Всем салам алейкум! Доброго времени суток! Сегодня мы с вами будем готовить овощную запеканку. Ну что, давайте начнем его готовить. Нам для этого нужны 500 грамм цветной капусты, кабачки 4 штуки, 3 яички, сметану 150 грамм, домашние свежие помидоры, у нас они домашние, вы можете брать обычные помидоры, 200 грамм голландского сыра, соль, перец, масло посочное 50 грамм, 2 лука, 4 картошки, болгарские перцы. Мы взяли желтый болгарский перец, половину, а также половину красного болгарского перца, ну а зеленый перец мы взяли его целым. Вначале варим в посоленной воде цветную капусту 5-7 минут. Перемешиваем и накрываем крышкой. Сковородку ставим на плиту и заливаем туда чуть-чуть посочного масла. Кабачки нарезаем кольцами. И их мы жарим с двух сторон. Пока мы жарили кабачки, наша цветная капуста уже отварилась. Можно ее выкладывать на тарелку. Картошки тоже режем на кружочки. Болгарские перцы режем на соломки. Когда наши кабачки уже пожарились, выкладываем их на тарелку. По вкусу можно добавить и лук. Нам, например, нравится запеканка с луком, и поэтому мы ее готовим. Кто готовит с луком, то режем соломкой два лука. Тем временем наши все кабачки приготовились. Яйца смешиваем со сметаной и перемешиваем. Это получается как соус. Также соль по вкусу. На противень заливаем чуть-чуть масла. Смазываем по всему противенью кисточкой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Первым выкладываем мы картошку. Добавляем чуть-чуть соль по вкусу. И смазываем мы это все нашим соусом. Туда же кладем наш лук. Также солим и перчим. Соль и перец тоже по вкусу. И опять поливаем нашим соусом. Сверху лука пойдет наша цветная капуста. Это все мы тоже поливаем нашим соусом. Также наши болгарские перцы. Тоже поливаем соусом. Теперь выкладываем наши жареные кабачки. И тоже поливаем соусом. Ну и последний слой это свежие помидоры. Тоже выкладываем их солим и перчим. Теперь выкладываем их в духовку при 180 градусах. А пока мы быстро натерем голландский сыр через крупную терку. У нас получилось вот так. Потом вытаскиваем наш противень и засыпаем это все сыром. И тоже отправим в духовку на 10-15 минут. Ну вот, наша запеканка готова. Можно ее порезать и выложить на тарелку. Он очень легко режется. Давайте выложим на тарелку и попробуем. Ммм, он очень вкусный. Обязательно приготовьте овощную запеканку. Ну на этом все друзья. Спасибо, что посмотрели мой ролик. Поддержите меня лайком и подпиской. Ведь я стараюсь для вас. Напишите комментарии. До встречи в новых видео. До новых встреч. До свидания.